Дорогие друзья, коллеги, сочувствующие, понимающие и борющиеся за честь нашей страны, за честь нашей Родины, за все то, что мы делаем вместе, за все то, к чему мы готовы присоединиться, не жертвуя свое время, а вкладывая свое время, свою душу, сердце, понимание, как это было свойственно Александру Александровичу Зиновьеву. Название моего выступления так очень интересно прозвучало и для меня, в том числе, «Столетие Александра Александровича» как фактор регионального развития. Мы прекрасно понимаем, что есть слова и есть слова. Есть слова с содержанием, есть слова, которые остаются чистой формальностью, в том числе на юбилейном уровне. И вот, рад вас видеть. И в том числе, знаете, юбилейные даты, они проявляются в разных докладах, в разных отчетах. И потом, по мере того, как это все осуществляется, волны утихают, и вроде бы все остается в памяти, в большей или меньшей степени, в памяти близких сотрудников, участников и прочее. Метеорит, который упал на территорию вашей области в 2013 году, он мне очень живо и просто как-то, знаете, я вам скажу так, ассоциацией, которые у меня возникли, когда мы впервые услышали об этом метеорите. Для меня это явление Александра Александровича Зиновьева на нашу землю. Человек феноменальной судьбы, человек невероятных способностей, ярчайшее явление в философии, в литературе, в социологии, в логике и так далее, и так далее, и так далее. Человек абсолютно монументальных характеристик, остававшийся всегда человеком, человеком с самой большой буквы, для кого гражданственность, патриотизм, умение, понимание, знание, уважение, честь и достоинство были естественными словами, которыми можно характеризовать его позицию по жизни. Родившись в семье, в огромной семье, 11 детей, в Костроме, в Костромской области, в Медвежьем углу, как он говорил, появившись на свет в условиях, которые, ну, прям скажем, это не было ложе усёное фиалками. Сложнейшее детство, сложнейшая юность, и всё время ощущение, что если нет, это кто же. Причём это не были какие-то, знаете, плакатные слова или плакативные установки. Нет, он не мог быть иным. Он должен был быть честным, исключительным, верным, неповторимым, бесстрашным и бескомпромиссным. Вы знаете, это вроде бы звучит как телеграмма, то, о чём я вам говорю, но это в самом деле так. Ну, представьте себе, мальчику 14 лет, он ознакомился со всеми трудами, мировой философской мысли и заразившись идеями социализма. Он начинает мозги невероятные. Его преподаватели в Чухонской школе говорят, что мальчик должен учиться в Москве. Здесь он ничего больше не получит, если он решал задачи, будучи в втором классе, за свою сестру, которую учил в седьмом классе. Но это только, так сказать, про математику. А видение, социальное и политическое видение, взгляд на страну и на процессы, которые происходили, для него это не была новая страна, для него это была страна, где он родился. Страна, перенасыщенная проблемами, переживаниями, трагедиями, достижениями. И всё это вместе складывалось, как на выставке достижения народного хозяйства. Но на выставке это образцовые элементы, а то была нормальная жизнь. И вот когда в своё время появились разглачительные книги известных вам мастеров советской диссидентской рессендуры, Александр Александрович сказал, что ужасы, которые описывались о жизни в лагерях, в констлагерях и так далее, они не сравнимы с нормальной жизнью нормального советского человека. То есть он не хотел сказать, что всех пытали. Но вот каждодневность, бытийность, в которой оказывался, в море, в океане, вот этой бытийности, в котором оказывался каждый нормальный советский человек, это была каждодневная борьба. Борьба за выживание. Борьба за тот самый колосочек или за тот самый кусочек Микины, где за тысячу трудодней семья получает мешок Микины. И вот в 1939 году на очередном собрании в Ифли, куда он поступил, понимаете, мальчик с деревенским бэкграундом, как принято сегодня говорить, он услышал выступление по состоянию деревни. Естественно, это было такое, знаете, губкое выступление, такое бомбастическое, со всякими призывами. Ну, как это принято в работе пропагандистов, никто ее не отменял. Он стал рассказывать про деревню, про каждый день, про каждую минуту. Как мать, родившая 11 детей, рожала 11-го на поле, в чем это было уже при советской власти. И так после этого она вставала и шла работать дальше в поле. Знаете, это не картинки, это не страшилки, да, голливудовские? Это обычная, каждодневная жизнь. Он приезжал в деревню, работал со всеми, до травовых мозолей, как это положено, работать человеку, который понимает, что если не он, то кто же. И вот они в конце трудового года получают мешок мукины. Это лето, это весна, это осень тяжеленных сельскохозяйственных работ. Это не сидение в кабинете, это не листание книжек в библиотеке, там, какого-то фонда, да. И он рассказывает об этом на собрании, но, естественно, его сразу обвиняют в антисоветской деятельности, да еще к тому же стала известна его судьба, и, вернее, его история о создании группы по решению убить Сталина, потому что, начитавшись всего того, что являлось на тот момент абсолютно обязательной литературой для человека, который хотел познать свое общество, а для него это было и призвание, и награда за его жизнь, и, я повторяю, это призвание действительно, когда он для себя сказал «Истина, и только истина, и ничего более, кроме как истины». И он стал анализировать судьбу страны, в которой он живет, судьбу системы, которая практически возникла с его рождения, ну, на пять лет раньше. И он стал приходить с неудешительным выводом, что идеалы, с которыми молодежь, молодые, пожилые, люди разных возрастов оказались в новой стране, в советской стране, в стране Совета, не соответствовали реальности. Мы-то все уже научены горьким или там полусладким опытом, знаем, что идеальных систем не бывает. Это уже на нашей судьбе прошло, мы это увидели. Когда сменилась парадигма советского коммунистического общества на парадигму общества, скажем, рыночного, нового, капиталистического, и мы видим, что и в том, и в другом случае неизбежно возникает противоречие. Возникает то, что является предметом вожделенных расследований журналистов, ученых, специалистов, которые знают, что и что, и кто и что. Так вот, Зиновьев глаз не закрывал, он рубил правду с плеча, за что его отправили в тот же год практически на Лубянку с попыткой выяснить вообще, а кто же стоит за плечами этого мальчика, щуплого, маленького, худенького мальчика с полотающими голубыми глазами. Никому в голову не приходило, что тот пласт, мощнейший пласт идей, который отстаивал Зиновьев на беседах со следователями, что за этим пластом не стоят какие-то дяди во френчах, вооруженные, или старые там белогвардейцы, а стоял этот самый мальчик. Я почему-то так подробно рассказываю об этом. Вы знаете, для того, чтобы понять, что такое советская эпоха, в которой мы жили, ну, наверное, меньшинство здесь присутствующих жило в советской эпохе к настоящему, и постигли все ее и прелести, и особенности, ужасы в известной мере. Для того, чтобы понять, хотя, с другой стороны, вы знаете, принято и такое выражение, чтобы понять вкус вина, не надо выпивать целую бочку. Каждый из нас получил полглотку вот этой системы, и получил ее в должной мере, чтобы делать для себя свои собственные выводы. Александр Зиновьев был человеком, для меня он остается человеком величайшей судьбы, человек, который достиг абсолютных высот в науке, заведовал уже к концу жизни, я имею в виду, к концу первого периода нашей жизни в Советском Союзе, заведовал кафедрой логики в Московском государственном университете имени Ломоносова. Но тут начала работать система. Система коллегиальная, система профессиональная, которая, каждый из вас, вот кто подрастает, кто готовится получать стипендии или специальные гранты, должен понять, что за каждый шаг в вашей жизни надо бороться. Ничто на вас не падает в качестве манны небесной. Надо уметь отстаивать свою позицию, надо быть в состоянии сказать громко и дать событиям адекватную оценку. Не просто отвечать, вон, долой, мы протестуем, не хотим, мы не будем. Защищают нашу страну, будем, мы обязаны. И нет, это не региональные проблемы. Это, я должна сказать, это планетарные проблемы. Быть в состоянии сказать себе и близким, да, я буду защищать мою страну. Да, я буду защищать ее границы. Причем не только буквально географические границы, но и геополитические границы, но и воздух в нашей стране. То есть говорить о здоровом обществе или слегка заболевшем. И вот для того, чтобы быть в состоянии отделить настоящее от доносного, нам достаточно взглянуть на события, которые происходят сейчас на Украине. Если бы Александр Александрович был здесь, он наверняка четко бы, жестко бы высказался по этому поводу страну защищать. Какие протесты среди интеллигенции, среди поэтов, писателей, композиторов, музыкантов? Которые получили все сполна от этой страны, от нашей страны. Против чего они протестуют? Против того, что наша страна, руководство нашей страны, президент нашей страны защищает нашу страну, призывает всех нас помнить об этом. У вас нет другой страны, у вас нет другой родины. И это не эта страна, это наша страна. Сан Санж стал бы очень громко и высказался очень четко по этому поводу. Вы знаете, конечно, есть региональные проблемы, есть общенациональные проблемы. Никто это не скрывает. Не бывает стопроцентно удачных процессов или проектов. Всегда есть какой-то элемент ошибки. Всегда остается какой-то элемент недоделанности. Когда каждый из нас думает, ну, на сейчас, ладно, завтра, на следующей неделе, потом еще через следующей неделе. Мы столкнулись, кстати, с этим феноменом на работе оргкомитета по празднованию 100-летия Александра Александровича. Мы все никак не соберемся с нашим оргкомитетом, как следует по-настоящему, по-взрослому. Я сознательно говорю вам сейчас об этом, чтобы вы поняли, что жизнь — это не только букеты, но у этих букетов бывают шипы. А шипы — это борьба или преодоление тех бюрократических приборов, тех бюрократических сложностей, отговоров, двусмысленностей. Просто будьте готовы, будьте бдительны. Если вы боретесь за ваш идеал, если вы отстаиваете ваш проект, будьте готовы к тому, что появится кто-то или что-то, а может быть и кто-то, и что-то, то будет вас Нолин Сволин сбивать в панталотку. Не поддавайтесь этому. Будьте тверды в ваших убеждениях, как был тверд Александр Александрович. И тогда все получится. Получится с кровью, получится с мозолиной, получится с переживаниями. Но это то, что является терновым венком каждого человека, который считает себя творцом своей истории, истории своей страны, истории близких, для которого нет твоей и моей территории, которая делит жизнь не по размерам приусадебного участка, а для которого вся твоя Родина есть твоя забота. Когда летчик штурмовой авиации Александр Зенуев, гвардии капитана штурмовой авиации, защищал нашу землю, он защищал Европу, он защищал нашу цивилизацию, он защищал то, что является именно цивилизацией, цивилизационными ценностями, культура, образование, высшее образование, в высшем смысле этого слова. И, самое главное, советские войска, советская армия освободили Европу и весь мир от нацизма и от фашизма. Вот это самое главное завоевание всего того, что сделал, достиг, крови полил советский народ в 1945 году, когда была подписана капитуляция со стороны Германии, о поражении и, соответственно, о принятии всего того, что имело прямое отношение к 1945 году, к 1941-1945 году. Учебники истории, которых, оказывается, сейчас развелось уже 48 штук, как меня поправили на одном совещании, это недопустимый, абсолютно недопустимый вариант так называемого объяснения нашей истории. Да, могут быть разные взгляды, могут быть разные интерпретации, но история у нас одна. Мы все в Советском Союзе учились по одному учебнику истории от Калининграда до Хабаровска. Если возникали вопросы, мы на них получали ответы. Причем мы получали ответы не от оплаченных учителей истории, а от наших преподавателей, от нашей профессуры, которая делала все возможное, чтобы мы уходили с ответами, после которых становилось все ясно, кто есть кто и что есть что. Я, вы знаете, я скажу так, для меня сегодняшний день и встреча с вами очень ответственный момент. Можно, конечно, углубиться в перечисление произведений Александра Александровича. Это около 70 книг, литература, прежде всего логика, социология, философия, литература, поэзия, драматургия, публицистика. Это гигантский океан работы, который, я надеюсь, вас заинтересует, увлечет. Как у нас было в свое время в школе, после летних каникул, мы рассказывали нашему преподавателю, тоже фронтовику, Николаю Степановичу, кто из нас прочитал больше книг. Вот очень хотелось бы, чтобы книги читались, чтобы книги понимались, чтобы у вас было ощущение тактильного счастья, когда вы прикасаетесь к книге, а не к экрану вашего, галжат и бежат и так далее. Вы меня правильно поймите, я вовсе, я не бабушка русской революции, я современница моей советской истории. И те, кто сидят в этом зале, должны это правильно понять. Я не собираюсь заниматься пропагандистской работой. Для меня судьба моей Родины, это и есть моя судьба. Когда мы в 99-м году под влиянием обстоятельств были вынуждены, хотя мы не планировали возвращаться из... Нас выбросили из Советского Союза 6 августа 1978 года за всемирно известный роман «Деяющие высоты». Книга, бестселлер, которая была переведена на 26 языков, издана веганскими тиражами, это книга «Крик Зиновьева» о судьбе нашей страны. Крик озабоченного судьбой человека, человека, видящего то, что происходит. Он пытался обращаться к властям с предложением подумать о том, что наша система входит в штопор. Его облинили в панических построениях. Слушайте, человека, совершившего 31 боевой вылет, это как-то мягко выражает славу. Короче говоря, он не угодил советским властям. Нас выставили 6 августа, как в талекте 1978 года. Его лишили... Нас лишили советского гражданства. Его лишили всех академических знаний. Профессор, доктор и прочее. И его... Но с ним произошло то, что не произошло ни с кем. Из людей, которые когда-либо ссылались из Советского Союза. Его разжаловали в рядовые. В мае боевого офицера разжаловать в рядовые... Ну, в общем, по сути, это была гражданская песня. Зиновьев не тот человек, который согнул себя под этими ударами. Но это было тяжеленное потрясение, тяжеленный удар для всей нашей семьи. Так вот, когда нас выставили из Советского Союза, то у нас не было никаких иллюзий по поводу того, что мы когда-нибудь сможем вернуться. Нет, все было оговорено, все было четко и очень региористично. Объясено и поставлено на место. Вы персона нон-грата. И если бы не вероломное нападение коллективного Запада, так мы с вами прислушаемся к этой терминологии. 98-й год, когда натовские войска, 99-й год, начинают бомбить Югославию, начинают бомбить Сербию. Александр Александрович, я... Вам что-то... У вас уже вопросы? Вы потом зададите, ладно? Девушка Милая, я к вам обращаюсь. Хорошо? Нет. Когда к нам во второй раз уже приезжает официальный корреспондент Нобелевского комитета, Сосаныч, дважды выдвигали на Нобелевскую премию, и они говорили обо всем. Это были высокоинтеллектуальные разговоры, многочасовые. И в конце разговора этот корреспондент, очень осторожно собравшись, буквально в кулачок собравшись, говорит, а господин профессор, а как вы относитесь к проблемам на Балканах? Сан Сановичу не надо было дважды задавать этот вопрос, и он сказал, ответил свойственно, ему жесткой, бреющей манере. Он назвал это высочайшим негодейством со стороны коллективного запада. Он сказал, что это преступление против суверенного государства. Бедный корреспондент, он схватился за голову. Можете, как-нибудь сформулировать немножечко помягче, вы же знаете, почему я вас. Он очень выразительно смотрел в нашу сторону. Мы знали, почему он у нас. Мы знали, что от Германии выдвинуты два писателя на Нобелевскую премию, Пентерграсс и Александр Зинуев. И тем не менее, Александр Александрович остался при своей позиции. Он назвал еще раз, он сказал, я могу сказать, еще жестче. Но тогда корреспондент обратился ко мне, госпожа профессор, может быть, вера или нет. Я целиком полностью разделяю его позицию моего мужа. Потеря Нобелевской премии, я считаю, это самая большая награда, которая могла быть дана человеку, отстающему истину, и только истину, ничего кроме истины. И вот, мы возвращаемся к нам на родину. Это наша страна, это наша родина, но это уже другая, третья страна. Нам было сложно привыкать к реалиям, нам было сложно привыкать к новоязу, который заполонил газеты, журналы, телевизионные площадки. Мы не могли понять вообще изменившееся поведение некогда близких нам друзей, парик и так далее. Мы постепенно входили в это состояние, но я должна сказать, младшая наша дочь, Ксения Александровна, присутствующая здесь, которая вам расскажет цивилизованно о том, что она думает. Мы, я скажу так, нам было сложно, правда сложно. Нам была непонятна система ценностей, которая вдруг превратилась в систему бесценностей на глазах, когда, как крапиву, выдергивали те ростки, которые были политы кровью и потом наших предшественников, наших дедов и отцов. Но, но, мы тем не менее вернулись. И Сан Саныч произнес фразу, которая звучала так, я буду защищать тебя, родившая меня эпоха. Вот я этими словами хочу закончить свое выступление. Если у кого будут вопросы, надеюсь, они будут, наверняка они будут, я с удовольствием на них отвечу. Извините за, может быть, неявное отклонение от официальной повестки моего программного выступления, но я вижу вас, у меня вам хочется стоять больше или поверх программы. Спасибо. Спасибо, Великолепно. Так, друзья мои, у кого есть вопросы, пожалуйста.